Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Часто меня просят приготовить тот или иной испанский рецепт. И почему-то обычно упоминают либо импанады, такие испанские пирожки, либо чуросы. Импанада, множество импанадос, пирожки эти на мой вкус совершенно несъедобные. А чуросы такие палочки из теста, жареные во фритюре. Тоже то еще лакомство. В Испании миллион праздников. Испанцы обожают праздновать все по любому поводу. И во время таких мероприятий на улицах обязательно стоят тарьки, в которых чуросами и импанадами торгуют. Традиционная испанская сладость, чурос, пончики. Жутко вредная штука. Достаточно одной. Раз в пять лет, чтобы сказать, я больше этого не хочу. Такой вот хавчик с пылу с жару, так сказать. Возможно, я придираюсь. И, может быть, будучи ребенком, трескал бы эти чуросы так, что за уши не оттащишь. Но вот мои сыновья, даже будучи совсем юными, могли на каком-то таком мероприятии одну палочку чуроса, ну две съесть и все. Больше в них не влезало. Но, тем не менее, есть такая штука. И сегодня я покажу, как ее готовить. Благо, рецепт примитивный. Дальше некуда. Ну, судите сами. Мука, соль, вода. Вот вам все тесто. Ну и масло для фритюра. А для подачи сахара или сахарная пудра. Ну, если в кафешках будете чуросы брать, иногда к ним еще горячий шоколад подают или такую шоколадную пасту, чтобы обмакивать и трескать с кофе. Воду надо довести до кипения. Тесто на чуросы заварное. В муку добавляю соль. В кастрюлю отправляю масло. Его надо нагреть до 190 градусов примерно. Теперь быстро замешиваю тесто. Вот, собственно, все премудрости. Мука, соль, кипяток. Перевожу тесто в кондитерский мешок. Масло уже нагрелось. Вы видели в начале ролика, что чуросы готовят обычно довольно длинными, 20-25 сантиметров. У меня такие в кастрюльку просто не влезут, поэтому я буду готовить короткие. Готовятся они довольно быстро. Следите за температурой масла. Если она будет невысокой, то чуросы уж очень много жира себя впитают. Будут совсем несъедобными. Сразу же на подготовленную бумажную салфетку выкладываю, чтобы излишки масла она впитала. Собственно, все. Вот такая вот примитивная уличная сладость. Субтитры сделал DimaTorzok Я уже сказал, что на улице их сахаром посыпают. Иногда корицей. Ну так, выпендрятся. А в кафешках там с горячим шоколадом подают. Я посыплю сахаром. Горячие, жирные, эдакие пончики. Ну, в России тоже такие пончики делают, только не кругленькие, большие. А здесь вот в виде палочек. Такая штука. Тесто в жиру. Сладковатое, потому что посыпал сахаром. Ну, а теперь давайте с пастой какао, которую купил в магазине. Естественно, сам не стал готовить. А здесь холодильник, смотрите, густая какая. Ну, возможно, на улице, когда на праздник, толпы народа. И так, хватануть быстренько. Такую штуку может быть ничего. Но на мой вкус это все-таки так себе сладость. Ну, попробуйте, если вам интересно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!